Друзья, приветствую! Дмитрий из Питера передал образцы масла КСМГ. Racing Ester Plus 530 – это у нас C3. КСМГ – это бренд собственной компании «Механика СПБ». Масло производится в Бельгии на Ардеке. И, значит, это у нас гидрокрекинг с пакетом присадок Chevron Aronite плюс 3% эстеров. Масло эксплуатировалось в Mitsubishi Pajero 3.2 дизель 4M41. Объем масляной системы 9,7 литров. Общий пробег автомобиля 340 тысяч километров. Пробег на масле 9 450 километров. 315 мм.ч. при средней скорости 30 км.ч. Значит, давайте посмотрим первым делом, на что похоже данное масло. Не сильно оно на что-то и похоже. Видимо, пакет Chevron Aronite очень редко встречается. Или, по крайней мере, он редко встречается у меня. Из того, что я проверил, особо совпадений нет. Максимальное совпадение – это Lopal AFS 020 китайский для Gili C5. Но отличие существенное – почти 4%. Насколько я помню, в Lopal'е эстеры присутствовали. В Portnambere Spirit и Asia присутствовали. В Ravinole присутствовали. Новус Gravity присутствовали. Так, Polymerium присутствовали. Значит, вот вопрос с Liqui Moly только. Ну, там в Synthoil тоже, по-моему, много ПАО. Скорее всего, тоже присутствовали. Вероятнее всего, тут совпадение по эстеровой тематике. По базе. По базе от представленных конкурентов масло очень достойно выглядит. Немножко уступает Synthec Platinum. Но, опять же, тут и пакет, и компоненты могут влиять на вот этот пик. Но превосходит Locoil Genes Arbortec Diesel. Так, значительно превосходит DIVENOL Synthelite 0.3. Так, и совсем уже сильно лучше, чем Hyundai X-Tier Top Prime и GNRG Superstart. Ну, у Газпромских традиционно низкий пик. Вот, и в этом есть и некоторые плюсы. Смазывающая способность таких баз лучше. По пакету присадок с сукцинемиды и эстеры масло выгодно отличается от конкурентов. Видите, здесь сукцинемидов насколько больше. Это компонент, который удерживает грязь. Шлаки, шламы, лаки не дают выпадать на детали двигателя. И посмотрите, вот видите, Syntec. Вот за счет чего Syntec показал высший пик на предыдущем скрине. За счет того, что здесь сукцинемидов очень мало, меньше всех. Сэкономили на пакете и, естественно, получили повыше пик. Также здесь у KSMG ярко выраженный стеровый пик. Давайте посмотрим данные по-свежему. Здесь я даже отразил, что это фольксиагеновский 505.0.1, то есть масло для насос-форсунок подходит. По окислению почти 22. Видно, что есть эстеры. Нитрование невысокое, как правило. Чем беднее пакет, тем ниже нитрование. Ну и здесь, по крайней мере, противоизноса как-то маловато для С3 0.65. Фенольных 0.22 антиокислители. Перекислители аминных 0.65. Щелочное 6.8. Не такой высокое. Но, напомню, это ГОС для отработки. Он дает занижение. Ну и достаточно низкая кислотная 1.34. Не часто такое встречается. Рабочая вязкость при 100 градусах 11.83. С антистокса типичная для С3-го. То есть вопросов тут нет. И прибор видит 2.86% эстеров. Но, значит, калибровал я его по Газпромовским эстерам. И некоторые различия есть от производителя, от типа эстеров. Поэтому здесь, я думаю, что 3 заявленных присутствуют. Так, данные по отработке. Это Митсубиши. Значит, совсем мало подросли. И окисление. Нитрование для 315 моточасов. Прям очень, очень низкие значения роста. Ну, не сильно окислилась. Зато противоизноски 0.92 уже тут поинтереснее. Фенольных антиокислителей не успеваю. 56,5%. Аминных почти 89% остаток. Щелочной 3.6 вроде и подсела. Вот, но не сильно выросла. Кислотная 1.79. Непонятно. Все-таки, вероятнее всего, почти 10-литровый картер тут существенную лепту вносит. Рабочая вязкость примерно подсела на 0.75 с антистокса. И присутствует сажа. Очень мало сажа. 0,04. Блин, для 315 моточасов прям маловато сажи. Хотя, может быть, нагрузки не дает. И в большом объеме растворяется. 10 литров почти все-таки. Давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. Немножко разжижилось. Так. Сейчас посмотрим примерно. Да, есть разжижение. Рабочая. Примерно процентов, наверное, на 40 от максимального. Ничего криминального. Но, тем не менее, есть разжижение. Ну и давайте посмотрим прогноз. Значит, помоющим, нейтрализующим 13500 километров. 450 моточасов. Но, опять же, большой картер. По оксидам азота. Очень высокие значения прогноза. 2234 моточаса. Опять же, тут картер повлиял. Обычно для дизеля это где-то до 2000, где-то даже 1500-1700-1800 моточасов прогноз. Здесь очень высокий. И по вязкости 950 моточасов. Опять же, вот нижняя картинка, полоска синяя-красная, тоже какая-то нетипичная. То есть, окисление здесь значительно меньше нарастает, чем нитрование. Ну и нитрование не сильно выросло. Интересно. Вероятнее, так мотор настроен. Да, кстати, не забывайте подписывайтесь на канал Аударха-Зен на Рутубе. Ссылки на Дзен на Рутуб есть в описании к видео. Вот такой получился прогноз данного масла. Вроде и неплохо до Ц3. Но опять же, тут видите, играет большую роль картер. Сыграл большую роль картер. Ну и пассажи. Совсем. 0,04 – это прям уровень какого-то бензина. Но я думаю, что бензиновый двигатель может столько-сложенно работать на 300-х часах. Для дизеля низкий очень уровень. Не знаю, вроде доливок не заявлено, но вот такие вот значения. Интересно. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи, здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.